Ольга Владимировна Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайр», к нам присоединилась. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Доброе утро. Первый вопрос. Стали ли россияне больше стучать? Ну, если сравнивать с допутинскими временами. Или это более-менее одинаковый показатель, просто нам больше сейчас известно. И раньше стучали на какие-то бытовые темы, пытаясь решить что-то бытовое, а теперь просто темы изменились, и все намного серьезнее. Вот как вы думаете, больше доносов или нет? Гораздо больше. Гораздо больше. Я думаю, что в разы стучать стали больше. Ну, во-первых, все-таки, так или иначе, в предыдущие периоды как-то считалось, что сталинские времена – это не лучшие времена нашей страны. И, соответственно, было какое-то такое в обществе моральное осуждение доносов. И, по большому счету, всегда даже смеялись над иностранцами, над условными немцами, которые могут позвонить в полицию, если соседи делают что-то не так. И в России, ну, у нас-то, как бы, такие доброжелательные люди, у нас на соседей не стучат. Поэтому вот эта развершаяся какой-то совершенно тема, бездна с этими доносами, ну, производит очень тяжелое впечатление на самом деле. И во многом вот именно эта составляющая стала неожиданной. Да, вот такие Павлики Морозовой, не только. Ну, и действительно стало понятно, откуда было столько доносов в сталинское время. Вот они, те же самые люди, и сейчас резко стали писать доносы. А вот методы борьбы, скажем так, несогласных или инакомыслящих, вот, изменились ли? Вот один из примеров, били током и издевались. Подозреваемый в поджоге Z-инсталляции в Белгороде житель Калининграда заявил, что его пытали, чтобы выбить признание. Мужчину задержали прямо на улице пятеро неизвестных в гражданской одежде. Его вывезли в лес и несколько часов пытали с применением электрошокера и газовой горелки. По словам задержанного, его били током больше двухсот раз. Давайте услышим. В общей сложности мне нанесли более 50 ударов руками и ногами по различным частям моего тела. В один из моментов мне облили ноги какой-то горючей смесью и говорили, что сейчас мне подожгут ноги. Также неоднократно мои ноги были облиты водой, которым сразу же подносили электрошокер. И мне было от этого гораздо больнее. Илья, житель Калининграда, из публикации издания «Медуза». Ну вот это на фоне того, как Россия стремится снова присоединиться к Совету ООН по правам человека, да? Выбивание, признание в чем-либо, отношение вообще к гражданам. Да и если человек виновным, стоит ли над ним так издеваться? Вот о методах, Ольга Владимировна, что можете сказать? Изменились ли? Понятное дело, что эти методы совершенно не правовые. Понятное дело, что даже к путинскому правосудию они не имеют никакого отношения. Это такое, знаете ли, при Путине всегда говорили проклятые 90-е. Но понятное дело, что когда бандиты кого-то там хватали и что-то делали, применяли разного рода методы, там какой-нибудь паяльник куда-нибудь засунуть и так далее. Это был арсенал методов исключительно бандитских разборок. И, соответственно, он в принципе не мог быть применен по отношению к каким-то государственным интересам. Да, конечно, бывали случаи, что избивали подследственных. Но, мало того, иногда в этих случаях даже уголовные дела заводились, если об этом становилось известно. Все-таки работали общественные наблюдательные комиссии, по которым могли подаваться жалобы. Прокуратура реагировала на такие случаи. Но сейчас это полный правовой беспредел. Вот полный правовой беспредел. На самом деле, показатель – это совершенно наглая история с сыном Кадырова, которую сам же Кадыров и отпиарил. У нас, кстати, Ольга Владимировна, следующая тема будет Кадыров. Так что мы обязательно вернемся к Рамзану, к его сыну и к всем делам, связанным с этим кейсом. Знаете, говорят, что часто для тех людей, которые доносят, один из главных аргументов – это вовсе не выгода приобретения, а страх. Не донесешь ты – донесут на тебя. Не донесешь ты – обвинят в том, что ты не донес. Ну, собственно, об этом мы с вами и говорим. Как бы вы могли успокоить тех людей, которые боятся не донести? Ну, тех людей, которые боятся не донести, знаете, на мой взгляд, и при этом думают о том, что донести надо. То есть если у тебя, в принципе, в голове возникла мысль, что надо донести, мне кажется, уже просто разговаривать с тобой нет смысла. Я думаю, что много надо говорить и надо начинать говорить с россиянами. А простой вещи, да, что если и когда Россия проиграет эту войну, всем станет лучше. И вот это может быть просто и объяснять, почему станет лучше. Сравнивать положение, сегодняшнее положение тех, кто проиграл Вторую мировую войну, Японию, Германию, Италию и положение современной России. Чтобы люди начали задумываться, вместо того, чтобы помогать режиму удержаться, нужно делать все, чтобы решить, как можно скорее рухнуть. Потому что тогда, наконец-то, Россия проиграет войну и ситуация начнет изменяться по-лучшему. Надо объяснять людям, что репарации платить не страшно, потому что это нефтегазовые деньги, которые они не видят, их просто разграбляют. Путинские олигархи. Это те средства, которые уже арестованы в ходе санкционной политики, которые тоже россияне в жизни своей никогда бы не увидели. Поэтому репарации платить тоже не страшно, они не будут влиять на жизнь обычных людей. Поэтому чем быстрее удастся свалить Путина, чем быстрее удастся закончить войну, тем лучше обычным людям. Поэтому ни в коем случае доносить не надо. Тем самым своим доносительством вы наносите вред самим себе. Да, самим себе. Но пока что мы видим, что Российская Федерация даже не собирается останавливать войну против Украины. И даже продолжает закручивать законодательные гайки против своего же народа. Так вот сейчас в Госдуме предложили отправлять в колонию за фейки о нацгвардейцах Российской Федерации, участвующих в войне против Украины. Соответствующие поправки содержат законопроект, который позволит Росгвардии иметь свои добровольческие формирования. И по словам депутата Александра Хинштейна, инициатива обусловлена активным участием этого силового ведомства в войне и выполнении задач, схожих с функционалом Минобороны. Я же напомню, что весной 2023 года в России приняли закон, вводящий уголовную ответственность за дискредитацию наемников и участников добровольческих формирований, а также за распространение так называемых фейков о них. Как оцениваете вообще вероятность того, что действительно за эти поправки проголосуют? Или это все уже как, ну скажем так, на станке? Какие вот так происходят голосования, касающиеся войны России против Украины? Абсолютно. Сто процентная вероятность того, что проголосуют, ни у кого даже ничего не шевельнется, потому что у тех, кто сидит в Государственной Думе, сегодня вообще ничего нигде не шевелится. Вот за что сказали проголосовать, за то и голосуют. А если когда-то и шевелятся, то они слишком, вот они боятся еще больше, чем те люди, которые пишут доносы, потому что вот тут действительно доносы друг на друга строчат, как из пулеметов. Поэтому все боятся, что, не дай бог, за них их решат недостаточно лояльными и что-нибудь с ними сделают. Поэтому, конечно, никаких сомнений в этом нет. Но хочется напомнить, что, да, такая статья была по поводу вагнеровцев, и где теперь вагнеровцы. Сначала сходили маршем на Москву и чуть было не свергли Путина, а теперь вообще их практически нет. Так что, ну, что называется, придет время, и все это рассыпется как карточный домик. — Ольга Владимировна, и последний вопрос такой, знаете, интересно. А вот доносительство, если возвращаться к основной теме, оно, насколько высоко оно поднимается в социальной иерархии России? Ну, условно говоря, там соседи в маленьком городе друг на друга могут настучать. А министры, а депутаты, которых мы сейчас вспоминаем, а ближайшее окружение Путина? То есть, где самый высокий тот уровень, на котором люди в России друг на друга стучат? — Ну, как раз на высоком уровне стучали всегда, в отличие от низкого. Если мы вспомним дело Улюкаева и три кусочка колбаски, то, конечно, на таких высотах доносительство, можно сказать, один из основных методов конкурентной борьбы. И, по большому счету, все те организации, которые собирали данные против чиновников, откуда они черпали свою информацию, да, большую часть этой информации, и ФБК в свое время, сейчас ГУЛАГу нет, откуда черпают информацию? Ну, вот как раз от тех, кто соседушку-то и, так сказать, хочет спихнуть с пьедестала. Поэтому это конкурентная борьба, и она, конечно, гораздо сильнее, чем у соседа, который хочет оттяпать кусок огорода у своего соседа. — Спасибо, спасибо, благодарим вас, Ольга Владимировна, как всегда, рада вас видеть и всегда интересно вас слышать. Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайр», была нашим гостем. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. — Подпишитесь. — У нас только самые авторитетные эксперты. — Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.